Всем привет! Короткое бонус-видео. Не буду сильно обрабатывать, просто с айфона сразу загружу. Речь идет о репортаже, который в сегодняшнем видео Камикадзе показал в своем ролике от передачи «Кстати». И если ты не смотрел, то можешь кликнуть актуальное видео Камикадзе, заодно его просмотров прибавишь, потому что ты можешь, конечно, его ненавидеть или, наоборот, испытывать симпатию, но он распространяет информацию, иногда очень даже полезную, и это, конечно, здорово. Но коротко о чем было в этой передаче. И потом я хотел как раз о своем случае, о своем опыте прямом здесь, в Германии, как это происходит, рассказать. В России, в каком-то городе, в высотном доме, там, то есть многоэтажном, там, достаточно этажей, как минимум шесть, как я понял, один жилец включал ночью постоянно ржать коней, как кони ржут, и очень-очень громко у нее огромная колонка, направленная в потолок, и слышно настолько сильно, что весь дом знает об этом случае, и слышно вообще всегда, и не высыпаются люди, и так далее. Два года вся ситуация длится, просто шок для меня был, и очень неприятно было смотреть этот репортаж, потому что, с одной стороны, вот такое вот чудо, которое ночью не спит, всем мешает, с другой стороны, два года куча других людей, которые ничего с этим поделать не могут или не делают с этим, я не могу судить, потому что я объясню, как в Германии, и здесь особо мне делать ничего не пришлось, когда я сам с этим столкнулся. Но в любом случае, вот Камикадзе дала совет не по закону действовать, типа колом, лом-ломом, или как выбивается, короче, я не знаю, забыл это выражение, без скатов, но шуметь днем, чтобы вот этот чувак, который днем спит, он не высыпался, и это на его психику еще больше действовало и так далее, потом, не знаю, поджидать подъезд или еще что-нибудь такое, выкуривать, грубо говоря, но, по-моему, даже в России возможно просто в правовой сфере этот вопрос решить, а именно этот человек, да, желает, не тот желает, а прямым текстом написал, что его цель изжить всех, то есть это причинить урон здоровью, и все, полиция забирает, грубо говоря, террориста, вот и все, или, окей, если это не работает по каким-то причинам, потому что полиция занята тем, чтобы крутить одиночных пикетчиков, то просто звонить, не знаю, в ОМОН, в ту же полицию, я не знаю, и говорить о том, что, не знаю, звуки или, да, звуки из квартиры были, голос, что я вас всех взорву и так далее, и, возможно, у него есть бомба, и ОМОН, как бы, особого кайфа, наверное, нет, когда ОМОН будет тебя обыскивать там и всю квартиру перевернет и так далее, такие вещи, и о моем опыте теперь, я на прошлой квартире испытал такой вот в первый раз в Германии, что из балкона круглый день, световой день, с утра начиналось все это, 8 часов заканчивалось где-то, не знаю, 6 часов, может, и женщина орала по-немецки, в том числе всячески, непристойности, оскорбляла всех, всех, кто просто идет или не идет, она просто орала, и она какие-то нацисты, а, она всех обзывала нацистами, то есть нацинация, она кричала, и постоянно просто бесперебойно просто кричала, 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 кричала. И в ее случае ее уже определили как психическую. И что бывает в таком случае? Она, когда кричит, у нее сдвиги по фазе случаются. Просто люди, которые там живут уже не первый год, звонят, и ее к ней приезжает как-то тот, кто за ней следит. И он, соответственно, с ней говорит, если у него и ключ есть, то есть он по-любому заходит, потому что это официально психически больной. Но она была признана такой, что она не могла причинить ущерб другим. И поэтому жила со всеми остальными. И когда у нее фаза такая начинается, этот тот, кто следит за ней, он смотрел, можно ли ее оставить или нет. И когда совсем уже плохо, он ее просто собирал. И месяцы, недели проходили там, всегда по-разному. И она возвращалась, было тихо абсолютно. И это психологически больной вот человек. И здесь вот у нас самая, по-моему, большая клиника в нашей земле по психбольным. И поэтому там вот следят максимально, я бы сказал, точно и компетентно по этому вопросу. Но это еще не все. Это вот как с психически больным. Тот чувак из репортажа, кстати, он, возможно, действительно психически еще здоровый. Хотя то, что он постоянно ночью не спит, все-таки сказывается на психику. Он выглядит довольно-таки, не знаю, tour de France. Может, он на высокой углеводке сидит и ночью крутит в цвифт. Я не уверен. Но если он что-то принимает или просто дома сидит постоянно, то, скорее всего, у него когда-нибудь на самом деле сдвиг случится. Но как происходит с непсихическими больными? В той же квартире она как из картона была, елки-палки, там слышно было, кто, грубо говоря, как сосед пукнул. И я стал замечать, что ночью где-то до 12 я ложусь в 10, постоянно телевизор очень-очень громко играет. Сначала я написал письмо тому соседу, от которого я заподозрил, что такое есть. И ничего не изменилось. Я написал тому, кто всем домом владеет. И, в свою очередь, он написал письмо этому соседу. С тех пор все тихо, очень тихо. Но что делать, если квартира в собственности находится? Тогда в той же Германии есть определенные децибелы. Я гуглил это, я снимал на микрофон, на айфон, смотрел, сколько децибел там. Чуть больше 40 децибел, по-моему. И ночью уже нельзя такое постоянно. Я не знаю, есть ли в России такие законы? Почему их нет до сих пор? Очень важно для существования совместного в огромном количестве многосемейных домов в России. То есть там, я не знаю, почему эти законы до сих пор так не продуманы. Но за два года, серьезно, уже можно было, по-моему, закон такой продвинуть. То есть сходить к губернатору города или еще что-то такое. Но, кстати, по децибелам. Потом ты эксперта вызываешь в какой-то день. Он снимает, он доказывает, что постоянный шум идет. И потом санкции происходят. Вплоть до полного... Просто выгоняют. Или я не знаю, что делать, если честно. Но, по крайней мере, все это прекращается. И тут самое главное не... По моему опыту, то есть всякий раз, когда там всякий шум был, вот это психическое, когда орал, я полицию вызвал. Потом полиция приехала, и она говорит, а, вот это фамилия. Я говорю, да, а, ну она это, она психически больная. Мы тут ничего не можем сделать. Тут полицейские действительно ничего не могут сделать. Поэтому нужно было звонить уже работникам. И по моему опыту, что нужно в итоге делать? Никогда не ослаблять хватку. Если ты чувствуешь дискомфорт, то говори об этом сразу. Все источники, которые возможно, пиши, звони, трезвонь. Всем сообщай об этом. Собирай подписи со всего дома. Иди в градоначальнику и так далее, городское управление, администрацию. Не ослабляй хватку. Почему? Потому что если ты согласился с дискомфортом, как эти люди, два года, я бы, как, не знаю, мэр города, или что мэр, тот, кто, не знаю, за порядком следит, я бы сказал, ребята, два года? Серьезно? Типа, я бы вообще не смог неделю в таких условиях прожить. Наверное, вам уже комфортно так? Или что вообще происходило два года? Серьезно, если дискомфортно, говори об этом. Иначе извне можно понять, что тебе уже стало все хорошо, комфортно, ты уже привык к этому. Пожалуйста, люди здесь у нас тоже, я не понимаю, как, но живут в своих домах около железной дороги. Я не понимаю, как это вообще возможно, особенно, когда эти ICE, в общем, Интерсити Экспресс, быстрые велосипеды, так сказать, поезда, проносятся просто, да. И я не знаю, как там жить. Но вот людям стало комфортно, и они уже не могут жаловаться на это. Они могут только сами ставить какие-то стены звукоизолирующие, уже со своих инвестиций. Если бы железную дорогу поставили, построили там, где у тебя был дом, то тогда другой вопрос. Тогда нужно уже разбираться, разбираться. А если ты сам построил дом рядом с железной дорогой? В общем, вы поняли. И окей, это было все на сегодня. Блин, получилось немножко много, но бонус. До-до. Блин.